меня зовут андрей я помогаю людям совершенствовать их коммуникацию при помощи презентации обычно когда говорят презентация подразумевают слайды для презентации ну и это в общем то частичная правда слайда это один из компонентов презентации и вот вопрос который сегодня стал на повестку дня во первых узнать наверняка что это не секрет что у каждого слайда есть своя цель свое назначение и своя судьба так назовем и одни впечатляют запоминаются продают другие просто удаляются и не больше не вспоминают сегодня мы узнаем какое будущее у наших слайдов и есть ли она вообще но перед тем как говорить о будущем что-то прогнозировать давайте вернемся в прошлое ну так лет на 40 назад узнаем или вспомним смотря какой возраст как вообще эти слайды появились что это такое вообще кто-то знает что это такое да это диапроектор его раньше называли еще слайдер слово сайт английского это скользить и вот у этой штуки там действительно что-то скользило скользили слайды их можно было потрогать они выглядели вот как вот эти дискеты они меняли друг друга посредством скольжения и сегодня в powerpoint и в маке какие ноте на маке есть эффект скольжения который мне очень нравится его всегда им используют круто слайды выглядели вот так мне лично нравится они стоили дорого и делались долго то есть как сегодня там за ночь до презентации на коленках на powerpoint что-то сводить не получится раньше этот процесс занимало много времени над ним работали дизайнеры и далеко не каждая компания могла себе позволить вообще слайды и выступить с презентации такой визуализированный не говоришь об отдельных людях потом появились вот такие вот штуковины это кодоскопы они иногда встречаются сейчас в школах институтах и что произошло преподаватели и учителя которые использовали кодоскопы начали конспектировать ну то есть это были слайды ну как бы конспекты ну как бы слайды два в одном и потом появился он это powerpoint прошло 40 лет и люди продолжают конспектировать слайды это стало проще потому что можно открыть интернет скопировать ставить распределить и лекция готова но иногда вставляют картинки всякие там схемы но время идет слайды они практически не меняются они выглядят как-то вот так это мой любимый дальше в принципе будет тоже достаточно хороший пример даже что-то на федеральном уровне вот если такой слайд был вот в мире презентации все это дело называется смерть через powerpoint она вот как-то так выглядит примерно потому что то что после это вот то есть эти люди они не скорее мертвы биологически живы но для меня для вас как для выступающих для вашей презентации для вашей идеи они мертвы и мертва презентация соответственно мне кажется вся проблема она вот довольно простая мы начали забывать зачем эти слайды вообще нужны как вам кажется какие задачи выполняются впечатлить объяснить и доказать вот основные задачи то есть про информировать в общем то можно без слайдов можно без презентации просто отправить или в документ ворда скинуть вот это проинформировать скажите что-то как-то впечатляет ваша картинка вполне это производство чугуна до огромные масштабы колоссальная температура то есть если бы я просто сказал что вот есть такой завод там кто-то происходит наверное бы не сильно подействовал объясняет схема что-то ну если я ничего не буду говорить просто на секунд на 10 составлю вы поймете это производство чугуна опять же эти воздух там какие-то температуры ну то есть опять же объясняя словами наверное не сработает сто процентов не сработал доказывает что-то эта схема ну в принципе да то есть если я беру непосредственно диаграмму то ну просто утверждение если я оставлю диаграмму беру текст ну что-то то можно понять что украина где-то там впереди это данные я сочинил то есть на самом деле она действительно где-то там 5 6 данные выдуманы но диаграмма они вот работают именно с этой с точки зрения дальше мы пойдем по простому пути это графика схемы и статистика ну и маленький бонус конца графика она впечатляет основная задача в чем проблема картинка здесь текст не трогаем только картинки они мелкие совершенно верно очень просто да помню здесь ничего сын а здесь они чуть покрупнее но их две вон еще есть вектор что не так здесь сливается фоном вектор пусть сливается понимание размера на самом деле все проще в первую очередь они пикселизированы то есть качество вот если на вашем маленьком мониторе плохое то на большом она ужасно и надо это все дело менять и они не соответствуют то есть динозаврик вот этот но это не эту динозаврик они разные то есть они просто двойную ассоциацию вызывают непонятно зачем вообще начнем с этого но инструмент который поможет вам избавиться от плохого качества от грязи на картинках он вот сайте на точка ком работает на подобии гугла но они не ищут похожие картинки конкретно вот картинку с плохим качеством и находит аналогичным интернете с хорошим ну и соответственно весь мусор который есть на картинке он тоже убирает есть возможность выбрать нормально я пользуюсь то есть если здесь уж не находит то есть рецепт конечно вообще менять картинку он находит частных здесь у нас качество получше они побольше но может быть есть какая-то проблема кроме фона ядовитого их сказали много да правильно их просто много то есть если есть возможность распределить по слайдам сделайте три слайда с большими картинками если есть какое-то ограничение выкидывайте половину то есть одна отлично работает основное о слайдах это избегайте мелких изображений они не работают либо они занимают все полотно либо две трети его части все что меньше это уже не функция впечатлить это просто вызвать какую-то может быть ассоциацию какие-то иконки например следите за пикселями качество это очень важно если люди видят в аудитории что качество ужасное это знак непрофессионализма то есть не потрудились найти лучшую картинку чем то что не забывайте что они должны быть симметричны разные картинки они из разных областей и все это мрак и одно изображение на слайд золотое правило презентации его можно игнорировать если вы хотите поставить два изображения на слайд ну окей можно подумать пару раз и попробовать но вот старайтесь все-таки придерживаться схемы они объясняют основная задача как вам кажется что не так с этой схемы да много букв совершенно точно она перегружена и основные тезисы пожалуйста на схемах просто основные тезисы вот эти объяснения их либо вставляем просто для речи либо удаляем просто с презентации здесь текста ну минимум но может быть что-то вам здесь мешает до белый на голубом да и много элементов и радуги очень много то есть еще такая яркость хорошая замечательно видно что она просто отвлекает текст не видно и вот эти вот все штуки они они не работают есть power point вот это вот штуковина она называется смарт-арт пожалуйста не используйте ее ну вот то есть вот это еще можно попробовать все что остальное это ужас то есть там очень много мелких элементов деталей которые отвлекают от основной мысли вы лепите вот эти вот штуки цепи там всякие и называются еще списки и все и люди соотачиваются на списках но вот это вот то есть она сильно отвлекает на большом экране особенно ну как то так они обычно выглядят что объясняет понятно мне вообще нравится эта схема там плане что человек что-то хотел здесь сказать вот чугун выделил там подчеркнул жирным он что-то хотел нам объяснить вот из всего вот этого хаоса который там творится хотел сказать что есть чугун и вот он крутой у меня заняло 10 минут максимум чтобы превратить ее что-то более не менее нормально сохраняя все элементы соответствую себя не махлевала ничего не удалял не думали он удалил половину самом и лучше мне кажется драматически лучше просто потому что видно куда смотреть дальше я бы еще сократил сталь и передельный чугун это одно и то же судя по схеме на я не сильно сбираюсь но можно было сократить но так хотя бы можно и показывать готовый слайд три пункта схемах всего лишь только ключевые слова тезиса не надо объяснять ничего оставлять это для вашей речи где удаляйте декорации все это тоже выносится за пределы презентации и следите чтобы была иерархия чтобы вы видели что говорите и что люди должны видеть дальше если она вот так вот все разбегаются глаза то схема не работает статистика довольно скучная область знаний и здесь скука и и обосновном подтверждается в презентациях и самая главная проблема в том что люди показывают анализ который они сделали они результат а иногда вместе вот он и анализ и результат и еще какая-то штука понятно то есть ну круговая диаграмма и гистограмма на одном графике нам слайдер не еще в таких размерах это все потому что у нас там есть анализ мы посчитали что это важно сомнительно чтобы вы не думали что я такой умный что рассказываю это мой слайд я его делал 2012 году был на третьем курсе и я совсем чуть больше чем ничего не понимала презентациях и я решил из этого слайда что-то сделать свое вот как я это вижу сейчас мне на это потребовалось немного времени в первую очередь ну вот как-то так он выглядит то есть понятно да я убрал частных аудиторов я предположил что я не хотел не говорить ну чтобы простить схему хотел сказать про аудиторские компании что от рост ежегодный рост этих компаний лучше непонятно на самом деле можно еще но это правильнее то есть с точки зрения выступления с таким слайдом вот с этим не рекомендую с этим можно выступать и проблем на самом деле их всего пять то есть вы хотите сделать из этого слайда вот этот или просто с нуля сделать нормальный слайд со статистикой ответьте себе на несколько вопросов вопрос первый в чем основная мысль то есть сделать утверждение график должен что-то утверждать не просто динамика продаж за последние пять лет а продажи за последние пять лет стабильно возрастали люди должны понимать что вам надо чего хотите вообще от них динамика она как бы слово общее непонятно какая динамика есть ли сравнение определите что с чем это очень важно когда забывают определить и оставляют какие-то данные но совершенно не нужны просто определите что вы хотите сказать какие данные сравнить конкретно вот в этом случае и тогда она все сработает нужна ли нам трехмерность вы видели у меня гистограммы 3d еще iphone 3d то есть это может быть если кино в 3d это нормально блоки это лучше чем надо наверно но с презентациями этот принцип не срабатывает то есть старайтесь все-таки 2d там просто взгляд не уходит куда-то вот в этот график удобно ли читается текст и все что связано с текстом и он на этот текст на фоне конкретно этот фон положение текста горизонтально-вертикально и все что с текстом это очень важно если люди будут так поворачиваться и смотреть эти слайды то это все не сработает и цифры где они будут на осях или на самом графике в чем суть и здесь все зависит от цели если вы хотите сказать что у нас есть динамика вот она за 8 лет такая такая то можно в принципе на осях все люди не будут смотреть на эти цифры не будет видеть что она есть растет или динамично если хотите показать что сегодня в два раза круче чем было вчера то напишите цифры на графике на осях можно удалять всего четыре критерия по статистике это важен результат и совершенно не важен ваш анализ можно сказать но слайды не включать конкретика заголовках они что-то должны утверждать обязательно кнопка delete отлично работает все что лишнее нажимаете эту кнопку иногда очень много раз и график станет лучше если стал хуже назад контур за и 2d здесь приемлеме можно 3d да можно но это крайний случай оставляйте 2d и не прогадайте . и и маленький бонус которым говорил это шрифты шрифты помогают дышать вашей презентации вашей идеи откажитесь от вот этого в шрифтов 2 2 основные функции это читабельность и передача эмоций ну считаю листи может быть окей еще можно прочитать эти шрифты они нормально но эмоции ну вот прямым текстом они задолбали эти шрифты и поэтому они вызывают такие эмоции люди используют и не думают об этом просто поменяйте это не так сложно заменить шрифты огромное количество есть как внутренних шрифтов так и скачанных внешне выбор просто огромный миллионы наверное и мне кажется тут проще заменить шрифты нежели чья-то презентация заменит вашу презентацию чья-то идея заменит вашу идею или в конце концов чей-то бизнес заменит ваш бизнес таком случае шрифты заменить мне кажется проще презентации будет меня я не не приватизировал эти шрифты они есть в интернете это не мои шрифты если они вам понравились они вот используйте это достойная альтернатива все зависит конечно от атмосферы от темы но вот как вариант почему нет почаще бывайте на этом сайте вот принцип мне совесть будет меня грызть но я скажу воруйте оттуда это самая большая платформа где размещаются слайды для презентации попытайтесь повторить чужие слайды в этом нет ничего плохого со временем у вас выработается свой стиль когда вы сделаете много слайдов ну что практика она на первом месте все же можно много читать но если слайды вы не делаете то смотрите как делают там есть плохие слайды куча плохих слайдов там все сливается дурацкой принтер сайт что я показывал тоже тоже туда могут слиться но есть классные презентации можете задавать тему и выбирать то что вам интересно пожалуй лучший сайт в этой сфере книжка презентации в стиле дзен это библия этой сферы сферы презентации не один из самых авторитетных авторов это га рейнольдс который некоторые из два бестселлера вот один из них наверно основной вот если хотите начать делать слайды лучше с точки зрения дизайна это вот здесь там очень мало структуре им чуть-чуть от подачи выступлений основном это дизайн и эта книжка раз пять причитом не потому что не понял что интересно на английском нэнси эдуардов слайдологи она есть в общем-то на русском там ужасное качество не додумались еще и отсканировать нормально она есть на английском если не смущает крутая книжка очень крутая прям там видно дизайн дизайн для не дизайнеров это тем кто не дизайнер название понятно большинство наверное из нас не дизайнеры но вот книжка помогает какой-то навести порядок голове то есть вот соотношение текста и картинки где что размещается вот это здесь и тоже советую обязательно прочитать и статистике обязательно наверное самая первая книжка которая вообще появилась с точки зрения презентации по статистике это книжка говори на языке диаграмм она чуть-чуть скучновато не самое увлекательное чтиво честно ну что статистика много данных эти диаграмм но она помогает вот она хотя бы вы будете понимать какое сравнение с каким видом диаграммы соотносится практикуйтесь это самый главный совет можно много читать много смотреть много слушать но перейдите к практике и только тогда ваши слайды будут работать сегодня мы узнали о слайдах основные пункты во-первых попроще делайте попроще не усложняйте и так все сложно пусть хотя бы ваши слайды будут простыми если вы не видите цели ваших слайдах удаляйте просто задавайте себе вопрос зачем мне этот слайд здесь презентации если не нужен дэлит классная кнопка наверно самая подходящая не переставать учиться это я уже говорил это очень важно и вот это последнее какое совершенно магическое свойство смотреть на свои слайды которые вы любите в которой вы блины которые вы делали сами глазами других людей и постоянно разочаровываться менять там что-то удалять добавлять делать их просто лучше и это какой-то труд но чё поделать я надеюсь что сегодняшнего дня ваши слайды и ваши презентации будут иметь будущее я вам этого желаю это моя последняя мысль на сегодня спасибо у нас есть немного времени если есть немного вопросов есть немного ответов где потому что там и все необходимое вот просто подход прайзи я его не очень люблю потому что вот эти анимации ну это про то дело вкуса то есть просто для меня анимации они не просто затуманивают message который вы хотели сказать когда переходите то я использую powerpoint потому что там есть все что нужно для того чтобы создавать впечатляющие слайды то есть потому что говорят что на powerpoint это какая-то банальщина просто не умеет им пользоваться в этом проблема мне кажется что powerpoint отличный инструмент такой же какие нот на маке кино просто проще стив джобс здесь все есть но просто нужно поискать там один клик здесь 5 но тем не менее оно все все есть программе я бы выбрал его и не изменяю вроде последнего был вопрос еще вопрос графики схему которую видели сегодня преобразованные smart арта эта схема называется вставка фигура все то есть вставляем просто фигуры вот альтернатива ну просто smart арт никто думает что это единственный инструмент который рисует схем это не так можно их рисовать своими руками я рисовал 10 минут мне кажется я в smart арте возился больше смотрел что там за мелкие штучки просто руками этой глобальная мысль в том чтобы изменить мышление и понимание людей вот той теме с которой выступаете то есть менять мир да это очень пафосная такое есть такая фраза джона кеннеди единственный смысл выступать с речью это намерение изменить мир это слишком пафосно для обычных локальных презентаций обычные локальные это презентации которые поменяют хотя бы одного человека в аудитории или аудиторию всю что-то изменит и люди начнут относиться к информации иначе то есть цель игры про информировать это за пределы презентации все остальное это не информировать впечатлять что презентации запомнил что ваша идея запомнилась чтобы про это хоть кто-то подумал позже действо это заключительно это призыв действия то заключительные части там слайдов безусловно в конце нужно несколько не спасибо за внимание всем пока а вот делайте слайды круче например или покупайте мои товары позвоните мне возьмите мою визитку в конце цель то есть общая почему нет ну до этого же была целая презентация то есть они просто вышел сказал купите книжку и ушел то есть до этого была информация которая функция которой было запомниться объяснить что-то доказать как-то впечатлить а в конце естественно месседж о том что вот делайте это или вот купите это общая цель презентации и цель вот вашего месседжа она они могут отличаться можете в презентации использовать несколько целей одна из которых это призыв действия но она не всегда единственная вдвоем я думаю я уступлю я у вас по плану если хотел бы задать графики графики если допустим меня любили делать или мне удобно быстро например в аксель те же пистаналы были не главного шпинова есть ли инструменты которые из банального дизайна аксельского превратить его что-либо ярко зеленый термин у вас поставить у нэнси дуарты который я говорил у нее есть сайт называется он диаграммер по моему там можно преобразовывать действующие диаграммы какие-то более не менее но там они там функционал очень узкий то есть вот можно выбрать пять видов и все и дальше никак то есть можно рисовать их если вы любите в экселе рисовать то то можно их перемещать в powerpoint здесь пробовать как-то их какой-то дизайн им передавать то есть там тоже ограниченный функционал очень ограничен и не всегда удается ну обычно вот я использую powerpoint и самые простые цвета и диаграммы диаграммы соответственно типа они работают то есть попробуйте диаграммер Дэнси Эдуарта все поможет то круто да 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 в powerpoint это можно делать спокойно оно все есть нужно просто чуть-чуть чуть-чуть вникнуть больше да 24 это движение популяризаторов науки какие бы советы дали эти ребята популяризаторы науки они допустим не хотят продавать товары они хотят как-то распространить знания увлечь аудиторию советы совет самый общий совет это просто рассказать то что вы хотите рассказать донести всю эту информацию ваш месседж мне кажется слайды они здесь они какую-то довольно большую роль играют то есть если слайды плохие но рассказчик классный то ну запомнит какую-то часть там процентов 10 по статистике есть такая статистика 10 процентов того что мы услышали мы запоминаем и 20 процентов того что увидели то есть сделать слайды лучше это выход потому что на них собственно ваш месседж не только слова но еще и вот сопровождение слайдами и в конце тоже должен быть призыв действия если вы о чем-то рассказали там бактериофаги изучайте бактериофаги простой призыв просто изучайте это интересно почему нет это работает общее просто донести информацию и быть увлеченным если тема не нравится с которой выступаете лучше не выступать нужно чтобы горели глаза и что вы любили то что делать иначе иначе месседж провалится это общий совет такой универсальных советов нет наука она сложная штука у меня есть вопрос который сложен очень давно последний слайд обычно спасибо за внимание как ты считаешь нет он ужасный кнопка delete последний слайд это призыв действия то есть это последние это реклама вот да я не сказал спасибо за внимание хотя мог ну спасибо я пошел как бы вот это вот об этом то есть когда говорят спасибо за внимание это говорит о том что ну я рассказал послушали да ну все пока ну вот он такой в конце что тут если нечего сказать вот такая тема что ну какой призыв действия непонятно вот как бактериофаги сложно изучайте бактериофаги ну это такой очень банальный пример но почему нет в конце можно там о себе что-нибудь написать ну я написал свою группу можете что-то свое сайт там телефон мобильный то есть ну спасибо за внимание это просто убийственный слайд это уже какая-то такая даже даже не знаю это болезнь наверное ну это люди это делать непроизвольно действительно непроизвольно это я не виню никого что они это делают они просто не думают ну спасибо послушали я сказал спасибо это правильно поблагодарить тех кто тебя слушал это хорошая цель крутая но скажите просто спасибо ну и вот делайте то-то тот это лучше это не болезнь скажем так это не болезнь потому что некоторые могут как бы сказать то есть последний слайд должен приезжать какой-то обязательно зачем вы все это говорили собственно то есть вот да обязательно если вопрос нет спасибо если вопрос нет спасибо то что что я поэтому это это что не